всем привет меня зовут лёха маклик без и в этом ролике я хотел бы коротко подвести итоги прошедшие 12 сентября к презентации компании apple в которой они показали новые айфоны и не только презентация проходила в новом apple park steve jobs theater и к сожалению практически все новинки показаны на этой презентации были слиты еще до момента собственно самой презентации но давайте обо всем по порядку во первых apple показали новые apple watch series 3 которые внешне остались такими же как и 1 и 2 новые часа обладают большей производительностью у них появились новые датчики которые могут более точно отслеживать вашу активность а также появился более чувствительный микрофон и теперь чтобы разговаривать по часам не обязательно держать их прямо возле рта но самое главное нововведение заключается в том что теперь apple watch series 3 выпускаются в двух вариантах обычных и сотовым модулем вариация сотовым модулем позволит вам использовать большинство функций apple watch вообще без айфона то есть например вы можете пойти на пляж купаться там слушать музыку используя apple music принимать звонки какие-то сообщения уведомления а ваш айфон будет лежать где-то дома я считаю что это логичное эволюционное развитие часов но к сожалению эта функция пока не заявлена у нас в стране и в россии будут продаваться series 3 только без сотового модуля по крайней мере пока также apple выпустил целый ворох ремешков как новых так и старых в обновленных цветах так что для кастомизации часов теперь доступно больше возможностей также apple показали обновление своей телевизионной приставки теперь она называется apple tv 4k и как понятно из названия основной новой функции является то что приставка теперь поддерживает 4к телевизоры и контент также поддерживается технология hdr и обладатели новых современных дорогих телевизоров смогут по достоинству оценить эту новинку самое главное в этой новости то что apple смогла договориться с различными киностудиями и теперь 4к контент наконец-то начнет выходить в должном качестве и количестве более того в itunes все фильмы в 4к будут стоить столько же сколько и обычные hd фильмы и если например какой-то старый купленный вами фильм получил 4к обновление то вы также получите его бесплатно эта приставка появится в продаже ближайшее время у нас она будет продаваться по официальной цене в 13 тысяч 490 рублей что является ценой старой приставки и это несомненно хорошо ну и конечно самым главным событием этой презентации стала демонстрация новых iphone прежде всего apple показали обновленный iphone 8 и 8 плюс и если честно их можно вполне воспринимать как iphone 7s и 7s плюс с этими аппаратами произошли действительно небольшие изменения самое заметное из них то что теперь задняя крышка выполнена из стекла новые iphone и 8 и 8 плюс будут доступны в цветах серый космос серебристый и в новом оттенке золотого конечно же новые аппараты станут быстрее выше сильнее в плане производительности и покажут действительно флагманские характеристики у них будут обновлены все беспроводные технологии включая присутствие bluetooth версии 5 также новые трубки получили улучшенные камеры с различными наворотами вроде аппаратного шумодава а также с невероятной видеосъемкой в 4к 60 fps в новых камерах присутствует улучшенная система стабилизации даже в базовой версии iphone 8 где всего одна камера и также новые камеры очень круто заточены под работу с дополненной реальностью которые компания apple уделяет огромное внимание с момента анонса ios 11 но разумеется айфонами 8 и 8 плюс нас не удивить потому что это действительно достаточно минорное обновление прошлогодних семерок и в этот раз apple выпускают новый iphone который назвали iphone 10 или iphone x десятка будет предлагаться всего в одном варианте размера экрана с размером 5 и 8 дюймов с так называемым супер ретина дисплей который теперь является практически безрамочным и занимает практически полностью всю переднюю панель телефона этот экран обладает всеми современными наворотами он построен на технологии oled он обладает возможностями показывать картинку в hdr а также у него есть технология true tone которая подстраивает оттенок картинки в зависимости от окружающего освещения к сожалению благодаря такой компоновки экранов apple так и не удалось встроить датчик отпечатков пальцев touch айди в этот экран они слава богу отказались использовать его сзади как это делают android конкуренты они представили совершенно новую систему разблокировки аппарата в блок с фронтальной камерой и динамиком они напихали какое-то огромное количество датчиков благодаря которым теперь возможна технология фейс айди фейс айди сканирует ваше лицо и определяет кто владелец этого телефона теперь для разблокировки аппарата нужно всего лишь поднести телефон и посмотреть на него apple обещает что это работает замечательно они так как samsung galaxy s8 и s8 ноут обещают что эта система значительно надежнее чем touch айди работает замечательно и практически без сбоев более того система использует машинное обучение так что если вы каждый день будете разблокировать ваш новый iphone 10 с помощью своего лица система будет обучаться и ее не смутит наличие очков шапки загара бороды и таких моментов которые присутствуют с изменением вашего лица благодаря работе этой технологии также будут доступны различные рюшечки и увеселения например так называемая анимоджи когда вы сможете что-то наговорить и вашу мимику будет повторять мультипликационный персонаж на экране и тем самым вы можете отправлять его или например вы сможете использовать портретный режим для фронтальной камеры таким образом чтобы размывался задний фон кстати говоря про портретный режим и у восьмерок и у айфона 10 теперь еще круче работает портретный режим и появилось огромное количество дополнительной постобработки и вы можете применить различные варианты например студийного света на ваши фотографии iphone 10 будет доступен пока в двух цветах серый космос и серебристый возможно появятся какие-то другие цвета и зная apple это скорее всего произойдет задняя часть так как у восьмерок выполнены из стекла и нужно это для того чтобы работала беспроводная зарядка по стандарту че слава богу apple не стали изобретать велосипед и теперь любая существующая в мире зарядка на базе че будет работать с новыми iphone а сами apple показали зарядный мат который назвали air power который сможет заряжать одновременно ваш новый iphone новый apple watch и р под пока неизвестно сколько будет стоить эта штука и будет она доступна позже 2018 году а сами iphone и 10 будут доступны по цене от восьмидесяти тысяч где-то в ноябре вот такие новинки показала apple на своей презентации 12 сентября 2017 года к сожалению из-за того что все эти новинки были слиты заранее никакого фактора удивления не было но тем не менее мне кажется apple показали как всегда достаточно качественно интересное устройство конечно с ними лучше будет познакомиться в живую и потрогать посмотреть пощупать чтобы построить какое-то свое собственное мнение если вы смотрите этот ролик в день выхода то я приглашаю вас завтра в четверг 14 сентября в 20.00 на мой стрим в котором я буду чистить свой macbook pro в прямом эфире и также поделюсь более подробно своими впечатлениями о новинках которые показала apple на сейчас если вам понравился этот ролик то обязательно ставьте лайк подписывайтесь на канал если вы этого еще не сделали не забывайте вступать в наш теплый ламповый чат в телеграме а также в группу в к всего вам доброго